Салютон, комрадой! Минномас, комрадо атомный, кайхайдау, лернасни эсперантон, пер лерну нет рето. Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный, и мы продолжаем изучать эсперанто при помощи сайта Лернунет. Находимся мы в будущем, как всегда текст в начале главы, озвучка есть, но буду озвучивать я. Эмбарасо, то есть, замешательство или стыд. Елена паролес, кун ляду филиппой. Елена разговаривает с двумя филиппами. Ни номос или филиппего, кай филиппетто. Она называет его филипп... Как это, блин? Ну, филиппчик это маленький, да? И филиппец или филиппетар, что-то такое. Филиппетар будет. Как же ж большое сказать? Вот, медведище. Филиппище. Вот. Филиппище и филиппик. Вот так вот. А вы не можете идти по улицах в этих старых одеждах. Почему они будут за этих реконструкторов? Сперва вы должны поменять свои вещи. Переодеться. Кельни повас форитион. Где мы можем это сделать? Спросил демандос ля юна филиппо филиппетто. Спросил молодой филипп филиппчик. Четель щи респондос. А вот тут. Стару антау ля экрану ми пэдос. Встаньте. Перед экраном я вас прошу. Кие эстас ля экрану? Где экран филиппетто демандос? Спрашивает филиппчик. Тие, та там вон. Хелена мундрас аля спегулю. Елена показывает на зеркало. Для начала вы должны ценять свои одежды. Чуверри действительно... Действительно спросил филиппчик с удивлением и со стыдом. Чутил эстас эмбераса порви. А это разве постыдно для тебя? Ты стесняешься? Миссияске энвиа мондо дэля дудэка айрсэнто ля хомой неволис мунтри ля Сенвестайн Корпон. Сэ чі тіє ті ті естас нормаля. Я знаю, что в 20-м столетии люди были закомплексованы и не показывали свое обнаженное тело. Но здесь, в будущем, это норма. Давай, раздевайся, снимай, снимай свои штанишки. Та мен пур ю нулю ті естас эмбераса. Дирас ля малью нулю филиппего. Мі фарос у нэн. Возможна для молодого меня это слишком стыдно. Сказал филипищі. Я сделаю первым. Я первым разденусь. Нормально. Филиппего старас эсэнвестой антау ля лонга екрану. Ля екрану естас анкаус пегулю. Кай апэрос тіе ля бильдо. Филипищі стоїт без одежды. Гляка, в чём мать родила, перед екраном. Екран делает ему разные комплименты, выступая как зеркало. И на нём появляется картинка. Можно видоизменить, наверное, части своего тела. Прикиньте, подходите к такому экрану, у вас какие-то недостатки. Подошли, такой качок сильный. Вот всё круто. Ещё будущее. Оно такое. Елена говорит команды, и сверху на теле, на экране, появляется прозрачная пластичная одежда, такая же, как на Елене. Блин, Елена, интересно, она очень красивая. Она покрывает всё тело от пяток до шеи. А помацать, интересно, какой на ощупь? Просто ткани, понимаете? Интересно подойти вот к Елене и пощупать, какие же ткани в будущем, да? Они ж какие-то необычные, наверное. И на ощупь немножко другие. Елена, регардос ля юнан филиппон. Елена осматривает молодого филиппчика. Ну, на анкау вибезонас вестон де ля дудэк дуа ярценту. Елена осматривает филиппчика. И говорит, вот теперь тебе нужна одежда 22-го столетия. Снимай свои одежды. Я тебя прошу, я тебя умоляю. И вставай перед экраном. Тамэн ми тэнос миан кальсон, он дирас филиппэту. Но я хочу, тогда я оставлю свои трусы, говорит филипчик. Де новоих, Елена дирас командой, кайсур ля экрана бильдо, де филиппэту, субитая пера спляста весто. Елена по-новому сказала команды, немножко разочарована. И на экране филиппчика появилась пластическая одежда. Где же клавиатура филиппэту, спросил филиппчик. Чо, в 22-м столетии вы уже не пользуетесь клавиатурами? Для вас это слишком, типа, высокая технология, только голосовые команды. Где клавиатура? Где клавиатура? Удивилась Елена. Хо, чутье умольного илю кун ля альфабето, киун они видас эн музеой. А, это та херовина старая, с клавишами и алфавитом, которую можно увидеть в музеях. Они чесис узи тион антао лёнго темпо. О, от этого отказались очень давным-давно. Возможно, даже столетие или два столетия назад. На самом деле будут эти самые телепатические устройства, которые ты думаешь и команда исполняется. Блин, ещё и в будущем будут полиция мыслей, которая будет следить, чтобы вы думали так, как положено. Да, цензура доберётся до мыслей с новыми технологиями. И мы ещё увидим в будущем цензурирование мыслей. Когда просто не допускаю. И через компьютеры запрет на думание конкретных мыслей. Это просто жесть будет. Она подошла к... На стенному экрану и открыла его, как дверь. Перед ней показался маленький шкафчик с несколькими полками. Ен вяй ве стоящий, Дирас. А вот ваша одежда, она сказала. Чутель рапиде, Дирас Филиппе, токун сюрпризу. Не ну рапиде, рапидеге. Настолько быстро, сказал Филиппчик с удивлением. Даже не просто быстро, а молниеносно. Ляду Филиппой пренос ля ве стоян де хелено. Кае регардос и лин и ом ду дубе. Что с сомнением. Ага. Два Филиппа взяли от Елены свои одежды. И посмотрели немного с сомнением. Илестес эль пласту. Аня из пластика, блин. Кае самое кель щия ве сто. Илестес тутовидеблай. И как и ее одежда, они были полностью прозрачны. То есть все достоинства и недостатки видны сразу. Вот как бы достоинство, оно вот сразу открыто. Да. Вот так вот. Будь здоров, расти лапшой. И не ешь суп большой. Или наоборот, конечно. Не ешь суп с лапшой и расти большой. Значит, что? Одежда из пластика. Это разочарование. Я, кстати, недавно увидел. Особо высокие технологии капиталистические. Я разместил в группе. У меня есть группа СССР 2020. Новости современные. Из всех социалистических, коммунистических стран. Так вот, что я сделал. Вернее, какая новость. В Нью-Йорке врачи в связи с коронавирусом начали одевать на себя мусорные мешки. Чтобы защитить свою одежду от вируса. Вот в таком плане. То есть смотрите, какие новые технологии. И заодно показатель обеспеченности капиталистических служащих при капитализме. То есть врачи в мусорных пакетах. Вот это высокие технологии. Собственно, тут, наверное, то же самое. Вот это надо на плакаты просто ставить. Успех капитализма. Врачи в мусорных пакетах. О! И технологичность, и крутость просто. Это нужно в СНГ перенимать. Почему до сих пор в Российской Федерации, в Украине, не носят мусорные пакеты врачи? По-моему, это очень современно. Смотрите, в США же так делают. В США так делают. Ну почему? Это же передовая самая развитая страна. Почему не одевать мусорный пакет? Еще на голову одеть, например. Вообще классно будет. Для веста де филиппето эстас блюа. Кайтиу де филиппего эстас флява. Значит, одежда филиппчика голубая. А одежда филиппища флава, это, по-моему, желтая. Желтая, да. Или эстас тутэ эль уну пэцо. Она полностью из одного куска. Они эчны безонас шу ойн чар или коврас анкау ля пидоин. Сейчас уже не нужны ботинки, поскольку она покрывает даже ступни. Вопрос в том, насколько прочная ступня. Потому что нужно покрыть ступню, чтобы не наступить на что-то и не пораниться. Вот для этого обувь придумана. Ля суба парто эстас кель панталёно. Киутре прецизе коврас ля пьедоин. Ля кроин, ля поштай жоин, кай анкау ля антуа жоин. Кай ля коксоин. Коксоин, что такое коксоин? Коксоин, это бедро. Значит, нижняя часть, как колготки, которые точно покрывают ноги. Ну, короче, ступни, эти самые голени, пусто жоин. Жопку и переднюю часть. Но они не стали уточнять, что за передняя часть. Потому что комплексуют. Ля суба парто эстас кель чемизо. Киу коврас ля брустона, ля браконь, ля мамойн. Се они эстас верино. Джис ля колю. Значит, верхняя часть выступает как костюм. Правильно? Как рубашка. Киу коврас, которая покрывает груди, руки. И мамойн, это молочная железа. Ну, сиськи, короче, если это женщин. У некоторых мужчин тоже бывает. Для пляста эстас комфорта. Кай, моля. Кель, моля, штофу. Моля, я не знаю, мягкий. Ага. Пласти... Пластик мягкий, комфортабельный. Как ткань. Вот так вот. Супер технологии. Повелительное наклонение у окончания. Ну, это все на одной страничке, в одной уроке реально можно умещаться. Они замудрили и слишком много посвятили теме. Повелительное наклонение глагола окончания у показывает, что действия или состояние не являются реальными, а желаем, приказательными. Повелительное наклонение не показывает время действия, но оно обычно относится к будущему. Ля бору. Работать. Эсту. Быть. Сиду. Сурседжо. Садись на стул. Эсту. Виро. Будь мужчиной. Будь мужиком. Людвико, дону аль ми панон. Людвик, гони мне хлеба. Демету виаин пропраин вестоин ми пэтос кай стару антау ля экрану. Сними свою личную одежду. Я умоляю, и стань перед экраном. Отметьте, в предложениях с побудительным наклонением часто отбрасывают подлежащие. Если оно является местоимением. Ты. Венутуй. Ви. Венутуй. Но такое отбрасывание возможно только в главном предложении. Не в предаточном. Ну, то есть, когда приказываешь, не обязательно обращаться к кому-нибудь. Ты, иди сюда, не надо. Просто иди сюда. Иди давай. Быстро. Бабло давай. Давай бабло. Вежливая просьба. Чтобы вежливо выразить свою просьбу, то нужно использовать слово бонвалю. Плюс инфинитив. Также можно добавить другие вежливые выражения. Например, ми пэтос. Бонвалю, сиди чите. Прошу, прошу, садись там. Сиду чите, ми пэтос. Садись там. Я тебя прошу. Понимаешь? Бонвалю, ферми тюн чі фенестрон. Прошу, закрой то окно. Ферму ля фенестрон ми пэтос. Закрой окно. Я тебя прошу. Прошу я тебя. Закрой окно. Попробуйте самостоятельно понять. Миволя скеви вену. Я хочу, чтобы ты пришел. Пришел сюда. Принуля седжон кай вену ля чамброн. Неси стул и иди в комнату. Бонвалю, дири аль ми вянномон кай адресу. Я прошу, я умоляю. Говори свое имя и адрес. Где ключи еще лежат. Сиду проксиме де ми пэтос. Сядь близко ко мне. Прошу. Ну прошу. Я просто попросил. Не эстутель френеза. Не будь столь безумен. Френеза безумен же, да. Помеш, да. Бонвалю, респонди ми андемонну. Прошу. Отвечай на мои вопросы. Говорил. ФБР. ЦРУшник. Коммунисту. Место севоля сюрпризумен. Я любопытный. Удиви меня. Иначе сожгу. Часу пароли тель рапиды. Мин и компренас вен. А ну прекращай говорить так быстро. Я тебя не понимаю. Формуля пардон. Закрой дверь. Виде вас дири вянномон аль ля полицисту. Ли воля с кэви диру вянномон. Вы должны сказать свое имя полицейскому. Он хочет, чтобы вы ответили, какое у вас имя. Сказали его. Назвали. Потому что вы молчите. Мин пенсес кэви безонас пацон пор виа гранда компутилю. Мне... Я думаю, что вам нужно место для вашего большого компьютера. Узуми антаблен порчи. Используй мой стол для этого. Понял приказ. Тебе... Тебе нужны деньги? Используй мои деньги. Не, ну... Это неправильно как-то, да. Хорошо. Тебе нужны деньги? Давай все равно их сюда. Заработай. О, вот заработает. Как раз. Недиру аль ми кеон ми девас фари. Ник базарь мне, что я должен делать. Бонволю не фарить он. Прошу. Не делай этого. МИ ДЕЗИРОС ВОЯДЖИ АЛЬ СЛОВАКУЮ. Я хочу путешествовать в Словакию. МИ ДЕЗИРОС КЕНИ КУНЕ ВОЯДЖУ АЛЬ СЛОВАКИЮ. И я хочу, чтобы мы вместе отправились в Словакию. Поэтому я тебе приказываю собирать вещи и ехать со мной в Словакию. Все добровольно, понимаешь? МОНТРУ АЛЬ МИ ЛЯ ФИЛЬМОН МИ ПЭТОС. СМОТРИ СО МНОЙ ФИЛЬМ. Ну попросил же тебя. Попросил же по-человечески. Ну это уже дальше надо заполнить фразы. Я это не прохожу. Потому что это для вас задание разминка. Это слишком затянет время, да, и не имеет смысла. Адъективные числа. Если добавляют окончание А к числительному, то числительное становится прилагательным, которое показывает позицию порядковой числительной. У НУА первая позиция, ДУА, вторая, ТРИА, третий, КВАРА, четвертый, ДК, десятый. Я знаю, что в своем времени, в 20 веке, люди не хотели показывать себя грешом. Не было чем хвастаться. И вот теперь вам необходима тоже одежда 22 века. Ну, видите, ДУДЭКДУА 22 века. Вот так вот. То есть, это как описание, какой счет, вот в таком плане. Отметьте, порядковые числительные получают окончание И и окончание Н, так же, как и обычные прилагательные. СЭС УНАЙ ТАГОЙ ЭСТИСТРЕМ АЛЬФАТИЛЯЙ. Шесть единичных дней. Очень сложными были, да? Ну да. БОНВУЛЮ ФЕРМИЛЯ ДУАН ПОРДОН. Пожалуйста, закрой вторую дверь. Шесть первых дней были очень сложными. Отметьте, если добавляется окончание А к числу из нескольких слов, нужно соединить их всех в одно слово. Но так же можно отбросить отдельные слова. В любом случае, окончание А должно стоять в конце. Так же можно использовать дефис для ясности. Тогда нужно ставить его там, где должен быть пробел. ТИО ОКАЗИС ЭНЛЯ ОКДЕКАЯ РОЙ. Это произошло в 80-х годах. Ну, близко перевел, да? Снова-таки завершить слова правильно. Вот ГРАНДАЙН, например, да? То есть указать пассив, указать множественное единичное число и окончание какое правильное. ОНИ. Вот у нас и без... Неопределенное местоимение. ОНИ или ОНИЯ являются неопределенными местоимениями, которые используются, когда говорят о любом человеке, о нескольких или множестве неопределенных лицах, когда не имеет значения, о каких людях идет речь. ОНИ – местоимение обычно единственного числа, но оно может быть также и множественным. ОНИ совершенно не показывает половую принадлежность. ОНИ ПОВАС ФАТИЛИЯ МАЛЬ ВАРМУМИ. В плохую погоду можно сильно простыдиться. КЯМ ОНИ ЭСТАС РИЧА, АУ РИЧАЙ, ОНИ ХАВАС МУЛЬТАЙН АМИКОЭН. Когда вы богаты, ну, когда богат много друзей. То есть, вот так, неопределенное это надо больше делать. ОНИ ДИРАС КЕЛЯ ВЕРО ЧЯМ ВЕНКАС. ГОВОРЯТ, ЧТО ПРАВДА ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ. К сожалению, нет. ОНИ ТЕЛЬ МАЛЬ ХЕЛЬ ПАСА АЛЬ МИ КЕМИ МАЛЬ БОНИДЖИС МЯН ТУТАН ЛАБОРОН. МНЕ ТАК НАВРЕДИЛИ, ЧТО Я ИСПОРТИЛ ВСЮ МОЮ РАБОТУ. ЛЯ МАЛЬ ПУРА АЙРО МАЛЬ САНИДЖИС ОНИН. ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ ЗАБОЛЕВАЕТ И ЗАРАЖАЕТ. ДЕЛАЕТ НАС БОЛЬНЫМИ. КЯМ ОНИ ВЕНАС АЛЬТИУ УРБО, ОНИ ДЕВАС АТЕНДИ ПРИЛЯ КРИМУЛОЙ. ИЛИ КАПАБЛЕС ШТЕЛИ ЭЧ ОННИАН ВЕ СТАЖОЙ. КОГДА ПРИБЫВАЕТЕ В ТОТ ГОРОД, КОГДА ПРИБЫВАЕШЬ В ТОТ ГОРОД, СТОИТ СЛЕДИТЬ ЗА ПРИСТУПНИКОМ. А, БУДЬ ВНИ... КОГДА ПРИБЫВАЕШЬ В ГОРОД, СЛЕДИ ЗА ВЕЩАМИ. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН ИЗА ПРИСТУПНИКОМ. ОНИ МОГУТ УКРАСТЬ ДАЖЕ ОДЕЖДУ. НУ, ТРУСЫ, НАВЕРНО, ТОЖЕ. НЕ КРИТИКУЙ ОНИ ОНЧАР ОНИ ПО ВАС АНКАУ ВИН КРИТИКИ. НЕ КРИТИКУЙ, ИНАЧЕ КРИТИКУЕМ БУДЕШЬ. НУ, НА САМОМ ДЕЛЕ, ЭТО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО. ЧУЕН ЛЯ ДУДЕК ДУА ЯРЦЕНТО ОНИ НЕ ПЛЮБЕ ЗОНОС КЛЯВАРОН. ЧТО В 22-М ГОДУ УЖЕ НЕ НУЖНА КЛАВИАТУРА. А, ЭТО ТА СТАРАЯ ШТУКА С АЛФАВИТОМ, КОТОРУ МОЖНО УВИДЕТЬ В МУЗЕЕ. ОНИ ЧЕСИС УЗИ, ОНИ ЧЕСИС УЗИ, ТЮОН ОНТАУ ЛЮНГЕГА ТЕМПО, ЭБЛИ ОНТАУ УНУ АУДУР ЯСЕНТО. Перестали пользоваться той фиговиной уже очень долгое время, возможно столетие или даже два назад. НЕ НУЖНЫ ДАЖЕ БОТИНКИ, ПОСКОЛЬКУ ОНА ПОКРЫВАЕТ ДАЖЕ, ЭТИ САМЫЕ, СТУПНИ. ЛЯ СУПРА ПАРТО ЭСТАС КЕЛЧИМИЗО, КИУ КОВРАС ЛЯ БРУСТОН ЛЯ БРАКОН ЛЯ МАНОЙН, СЕ ОНИ ЭСТАС ВЕРИНУ. МАМОЙН, 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 ЭТО ГРУДИ, ДА, ПОНЯТНО, ЗАПОМНИТО. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КАК РУБАШКА, КОТОРА ПОКРЫВАЕТ ГРУДЬ, РУКИ И СИСКИ, ЕСЛИ ОНА ЖЕНЩИНА, ДАЖЕ ДО ШЕЙ. ОТМЕТЬТЕ, НА ПРАКТИКЕ ОЧЕНЬ РЕДКО ПОЯВЛЯЮТСЯ СЛУЧАЙ, В КОТОРЫМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНИН ИЛИ ОНИЯ. ИЗ-за такой редкости употребления некоторым кажется такая форма странной и не избегает ее, даже когда она может быть использована. Ну, то есть можно, да. Не стоит избегать, правила универсальны, стоит ее применять. ПОПРОБУЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОПОНЯТЬ. Есть ли маленький телефон в 20-м столетии? Не эстас бонесе они пароли стеон, кеон они пенсас. Плохо, когда говорят то, что думают. Не знаю, я не вижу в этом ничего плохого. Эстас риску кеони пенсас ке тио эстас странга. Рискованно, если думать, что это странно. Чего? Ну, правильно. Рискованно думать, что это странно. Бонволюра конти, кеон он из скрибас эндля газетаро прийти у концерту. Пожалуйста, расскажи, что написано в газете о концерте. Чеони стсиас кеен они ирос? Знаете, куда пойти? Хорошие у меня слова возникают. Кеон они девас лирни пор эсти эсплористо? Что нужно учить, чтобы стать исследователем? Они стсиас ке лине эстас чите се цели эстус ли серте мирус. Все знают, что он не был там. И если бы был бы, очень бы удивился. Вот это вариативное. То есть, когда если бы докабы, росли бы грибы. Ус окончания, который используют. Кеу безонос талероин. Сеони хавас маноин. Кому нужны тарелки, когда есть руки? Действительно. Чуви сьеске они повас лирни эсперантон. Ты вообще знаешь, что можно учить эсперанто? Знаешь? Знаешь? Теперь знаешь. Напиши. Да, я знаю на эсперанто. И поставь лайк. Они девас мульти лирни пор эсти бона физикисту. Нужно много учиться, чтобы стать физиком. Сеони воля сбоны пароли на эсперантон. Они девас лирни акузатива. Если хорошо хочешь базарить на эсперанто, то изучи винительный падеж. Вопросы. Да, да, да. Табличные слова. Коррелянты. В эсперанто существует 45 слов, которые называются табличные слова. Да, да, да. У нас тут появляются новые. То есть вот у нас у это индивид. Киу. Какой тиу такой? Кио что? Тио то. Окончание. Киа какой? Тиа такой. Теперь у нас способ степени. Киэль как? Тиэль так. То есть способ действия. Ну, было бы классно, если бы это было какое-то слово, а не просто окончание. И на э оканчивается место. Киа где? Тиа там. Киа это с ля либро каля к району. Где? Книга и карандаш. Ми монтрис а-ля инфано киэ кушас джиа пупо. Я показал ребенку, где лежала его кукла. Ми воли срастите ки мины эстис. Я хотел остаться там, где меня... Там где я был. Я хотел перевести там, где меня не было. Сэ ли сиус ке ми эстас тье чи ли туи венус аль ми. Если бы он знал, что я нахожусь здесь, он бы пришел за мной. Туи да. Он сразу бы пришел. Ки эстас ля экрану. Где экран? Тиа. Та там он. Ки эстас вея клавару. Где ваша клавиатура? Сэ чи тиа. Тио эстас... Нормально. Но тут это нормально. Ну и финал. Кио эстас вея адресо. Киеви лоджас. Какая... Какой ваш адрес? Где вы живете? Эн ки у ландо ви венас. Из какой страны вы прибыли? Де киеви венас. Откуда вы вообще приперлись? Миволес или аль францую. Милоджене эстисте. Милонгене эстисте. Я хочу побыть во Франции. Я давно не бывала там. Чу ви видос тье странган верон. Ты видишь там странную женщину? Странного мужика. Интересно, в чем он странный в полупрозрачной-то одежде. Чу тье эстас боне пор лоджи. Там хорошо жить? Кие или эстас нун? Где он теперь? Чу тье эстас пли боне оль тье? Тут лучше, чем там? Киеле ви видис тьон. Как вы это видите? Как вы это увидели? Вот так вот. Постепенно с практикой запоминается. Но, конечно, можно было бы лучше сделать. Вот, соответственно, Венка и постарались сделать. Ну, я говорю Gizler и Vido. И до следующего эпизода.